Елена Витальевна, я в первую очередь вас поздравляю с выходом книги и желаю, конечно же, успешной взаимной работы над продолжением, которую все уже так ждут, очевидно, том 2, 3 и так далее. И у меня на самом деле два вопроса. Я заранее подготовилась, и вопрос первый к вам, как к авторам слэш-писателям. Сразу к обоим. Почему книгу на данную тему было решено писать в соавторстве? И было ли это легко или, наоборот, слишком сложно? Это мой первый вопрос. Давайте я отвечу. Давай. Опять же повторюсь, у нас была, Елена об этом говорила, цель скрестить психоанализ и сексологию. На самом деле, довольно давно все уже скрещено на Западе, но у нас произошел жуткий конфуз, потому что в начале 20 века психоанализ обширно развивался в Советской России, были даже созданы научные институты, детские сады аналитического толка, были свои психоаналитики, даже вот мы вспомним Ростовского в Ростове-на-Дону, Ростовского психоаналитикой, Сабину Шпилерин, непосредственно учениц Фрейда, которая в последующем в Бабе-Мьяре была расстреляна. Правильно. Я путаю вот эти ярые в Украине и под Киевом, и в Ростове, прошу прощения. Но, к сожалению, в последующем психиатрия, которая на Западе пошла именно аналитическим путем, если мы сегодня берем Керберга, еще каких-то именитых... Стелла Уэлдер. Уэлдер, да. Вот. Они все психиатры, прежде всего. Вот. А у нас это все-таки пошло разрозненно. У нас воспринимается... Я думаю, что и сексология очень часто воспринимается как непосредственно психология, а не как отрасль медицины. Как психиатрия, кстати, часто. Да, вообще-то психиатрия. Вот. И наша задача была все-таки распределить справедливость и скрестить аналитический подход и сексологический подход. И я думаю, что у нас очень прекрасно все получилось. Работать было нам легко, весело, задорно. Это знаете, на что было похоже? Когда мы писали как раз эти новеллы и описывали пациентов, у меня складывалось ощущение, как будто я веду тренинг. Как раз вот в этом вот ко-подходе. Ко-терапевту. Ко-терапевту. Когда вдвоем начинаешь интерпретировать одного пациента, ему как-то помогать продвигаться. Вот, собственно говоря, это было очень интересно. Спасибо большое. Спасибо вам. И я сразу хотела бы задать второй вопрос уже как специалистам, сексологам и психотерапевтам. При написании книги вы, скорее всего, изучали, свяжали какие-то уже накопленные знания, возможно, теории, какие-то примененные практики ваших коллег из предыдущих, возможно, веков даже. Есть что-то, с чем вы вдвоем, как авторы энциклопедии, не согласны? И указываете ли вы это в книге? Ну, у нас взаимная любовь, выраженная в этом, да? И поэтому я согласна со всем. Ты помню тоже, да? Есть один момент. Есть? Ну, расскажи мне. Был один момент, который отражает мое неоднозначное отношение к французскому психоанализу. Это как раз там упомянули, что французский психоанализ неоднозначен, сложен, и французская концепция говорит именно об этом. И мы не, как сказать, не присоединились к мнению французских аналитиков. Это вот единственный был момент, как глава-то там называлась? Как раз про абьюспорт? Да, 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 да. Вот как раз вот в абьюзе об этом написали. Маленькая-маленькая смазочка, не более того. Спасибо.